В фильмы Йоргаса Лантимуса следует заходить безоружным, спокойным и открытым, потому что сейчас мы увидим эксперимент. Не нужно читать описание, не нужно смотреть трейлер, просто заходите, садитесь и слушайте свои ощущения. Ведь эти фильмы открываются только тем, кто к ним не готов. Йоргас Лантимус выстраивает фильмы, которые действуют по своей собственной внутренней логике. Но я вряд ли назвала бы их фантастикой. Для того, чтобы достичь такого эффекта, режиссер лишь немного изменяет законы реальности или же просто смещает их ближе к крайности. Из тех разборов, что я нашла в интернете, в основном люди концентрируются на сюжете. Они говорят о том, что, почему, кто и когда, что, на мой взгляд, совершенно не важно и не нужно в этих фильмах, потому что они нужны для того, чтобы их смотреть и слушать свои ощущения, слушать то, как они вам отзываются. Как-то Антон Долин сказал про фильм «Убийство священного оленя», что одни этот фильм очень полюбят, а других он страшно взбесит. И это действительно так. Сегодня я хочу поговорить детально о том, как именно Йоргас Лантимус меняет реальность, и что он в ней подчеркивает, и почему это так шокирует многих людей, почему это так странно, и почему это кино настолько пугающее. Прежде чем детальнее поговорить про отдельные фильмы и какие-то идеи в них, я хочу провести такую параллель, чтобы нам было с вами легче дальше работать. Вы знаете, я долго играла в дебаты, и в дебатах есть такой принцип «common ground». То есть у нас есть команда оппозиции, команда пропозиции. Например, мы играем «Ух, какая снежная буря началась!» Ещё полчаса назад было солнце. Но всё же, допустим, мы играем тему «Эта палата ведёт школьную форму». И как бы хорошие, правильные дебаты должны начинаться с того, что выходят представители и говорят, что «Окей, хоть мы за школьную форму, а мы против школьной формы», но мы понимаем и мы все соглашаемся, что в этих дебатах главная наша ценность — это качество того образования, которое школьники получают. И мы будем говорить о том, несёт ли школьная форма плюсы для этого образования, для общей системы образования, или же она больше несёт минусов. И на основе этого мы будем принимать решения. То есть «common ground» — это общая ценность, которая существует у двух противодействующих команд. И как бы в комнате все соглашаются, что эта ценность общая. То есть, например, ценность жизни, ценность счастья очень любят играть. Но если бы мы играли эту игру с Юргосом Лантимосом, то он бы положил свою руку на свою прекрасную греческую бороду и сказал бы «Нет, не все здесь согласны. Я вот не согласен, что у нас есть базовая ценность развития ребёнка, любви, жизни, чего бы то ни было. Я вообще не считаю, что есть базовые ценности. Я вообще сомневалась в том, что есть ценности». И на мой взгляд, это не трилогия Юргосом Лантимоса. Вся пропущена через эту линзу сомнения в базовых ценностях. И он выворачивает реальность таким образом, что мы сами начинаем сомневаться или хотя бы переставать чётко для себя понимать, что вот это да, это точно правильно, или точно нужно делать так. Почему я говорю не трилогия? Ну, потому что это как бы не трилогия на самом-то деле. Это три независимых от себя фильма. Более того, и в «Лобстере», и в «Убийстве священного оленя» там играет Колин Фаррелл главную роль. Но на мой взгляд, они настолько близки по духу и настолько близки по своей внутренней механике, что имеет смысл их стягивать в как бы не трилогию, для того, чтобы о них говорить. Хоть эти три фильма очень похожи, но у меня к ним очень разные отношения. «Клык» — это дебют был Йорга Салантимуса, это очень молодой фильм, это очень смелый, вызывающий фильм, и в этом есть как его сила, так и его слабость. Поэтому я к нему отношусь с любопытством, но не более. В следующую очередь «Убийство священного оленя» это его более поздний фильм. Уже он гораздо лучше понимал, что делает, уже всё гораздо лучше выстроено, уже и актёры, то есть «Клык» — это был фильм на греческом языке, потом «Лобстер» — это был его дебют на английском языке, «Убийство священного оленя» — тоже на английском языке. И очень чувствуется, что он вырос, и что он осмелел. И в этом, мне кажется, тоже и плюс, и минус, потому что он как будто стал себя где-то чуть-чуть сдерживать, где-то он стал чуть более техничным, и уже нет вот этой сырой такой голой земли, которую можно было видеть в более раннем кино. И поэтому, на мой взгляд, отчасти, «Лобстер» — это лучший фильм этой трилогии, потому что он находится посередине, между вот этой совсем зелёной зеленью и уже таким серьёзным дядей, который начинает себя сдерживать. И в «Лобстере», если сравнивать с двумя другими фильмами, вот эта присущая им такая ужасная, гнетущая холодность, абсурдность, такая отталкивающая пустота, там она сбалансирована, и как бы, мне кажется, этот фильм гораздо легче воспринимать, и в нём появилась красивая драматизация, которых не достаёт «Клыку» и «Убийство священного оленя». Поэтому сегодня центром нашего разговора будет всё-таки «Лобстер». Я очень призываю вас смотреть этот фильм, не зная, о чём он, потому что именно таким образом он раскрывается лучше всего. Ты попадаешь в этот мир и начинаешь постепенно по каким-то кусочкам собирать пазл. В какой-то момент он как бы кликает, и ты понимаешь полную картину. Это очень приятное ощущение. И сам режиссёр говорил в интервью о том, что ему этот эффект очень-очень нравится. Я вообще большой, как это, антипад трейлеров, описаний и всего такого. Я считаю, что это портит эффект. Я считаю, что хорошее кино, хорошая история может сама за себя постоять, ей не нужно каких-то прелюдий. Для тех, кто уже видел, или для тех, кто очень болт и очень не боится спойлеров, давайте поговорим. Вторая открывающая сцена «Лобстера» это герой Колина Фаррелла, который сидит на диване, спиной к зрителю. Мы не видим его жены, но он задаёт ей лишь один вопрос. Он носил контактные линзы или очки? Очки. Мне очень жаль. И сразу после этого диалога человека, которого бросает жена, и первое, что он спрашивает, очки или контактные линзы. Сразу, с первой секунды мы понимаем, что концепция любви, семьи и вообще семейных, человеческих отношений в этом фильме настолько извернуто, исковерканно, как-то вывернуто наизнанку, что нам становится странно. Фильм показывает нам общество, в котором человек, как отдельная сущность, не уважается. Как бы базовое, самое минимальное ячейко общества — это только семья. То есть человек сам по себе, как один, это какая-то маргинальная штука, которая не должна существовать. Если у человека нет пары, его отправляют в специальное заведение, отель, в котором он должен найти себе пару в течение 45 дней. Если он с этим не справляется, то его превращают в животное по его выбору. Очень быстрыми, смелыми, аккуратными, но схематичными мазками Иерога Слантимос сразу набрасывает нам такой мир нарочитой антиутопии. Герой приходит в отель, у него очень четко все расспрашивают, сколько конкретно длился ваш брак, какая именно у вас ориентация. Нет, вы не можете быть бисексуалом, вы должны выбрать или гетеросексуал, или гомосексуал. Тефтель с рисом, котлета с картошкой меняться нельзя. Абсолютно очевидные банальные образы того, что в шкафу у него висит одинаковая одежда, и у всех в отеле одинаковая одежда. Когда он просит обувь 45 с половиной, кажется, размера, ему говорят, что размеров с половиной не бывает. То есть это настолько банальные приевшиеся образы антиутопии, что у нас за секунду вырисовывается какой-то мир. Также постоянно идет речь за кадром, где какая-то женщина объясняет нам, что происходит. Это делается настолько вот in your face, настолько очевидно и как бы не нужно, что в какой-то момент задаешься вопрос, зачем? Но все это вместе собирается в очень классную, абсурдную, чернющую комедию. Если у вас такое же специфическое чувство юмора, то вам будет очень смешно. Потому что на самом деле этот фильм очень во многом занимается тем, что высмеивает жанр мелодрамы. Он берет классическую структуру, то есть мужчину бросает, его жена, он идет на поиски новой любви, там кто-то ему нравится, есть какие-то друзья и все такое. Но из этого антиутопичного сеттинга, в которой постоянно звучит одна и та же часть квартета Бетховена, в которой камера постоянно на одном месте не двигается, не делает ничего интересного, в которой все герои говорят ровно то, что они думают и ничего более. Все как будто бы подвержено очень строгой внутренней логике. Прелесть этого мира заключается в том, что зрителю кажется, что он нереален. Кажется, что такого не может быть. Что за глупость, что за абсурд, что если ты за 45 дней не найдешь любовь всей своей жизни, то тебя превратят в животное. И отсюда, кто с улыбкой на устах, кто с недоумением на лице, мы продолжаем следить за героем. Довольно быстро мы понимаем, что все вот эти любовь в моей жизни основаны на очень поверхностных признаках. Одна пара, оба человека умеют красиво петь. Другая, оба человека хромают. И вот уже отсюда можно начать пугаться, потому что то, насколько красиво и тонко эта деталь одновременно является гиперреальной и нереальной, просто потрясает и завораживает. Смотрите, с одной стороны ясно, что герои находятся в этих отношениях, потому что на них большое социальное давление найти пару за 45 дней. Никто не хочет становиться животным, очевидно. С другой стороны, если мы смотрим на реальную жизнь, на одиноких людях все равно существует очень большая стигма. Если человек долго один и не стремится найти пару, могут друзья начать, а вот у меня есть товарищ, он тоже рыбает кататься на велосипедах, может он познакомиться, вот эти все дела. Или те же самые сайты знакомств, где человек отмечает какие-то свои интересы и на основе их алгоритм подбирает ему возможных собеседников. Мне почему-то вспомнился фильм «Синий самый теплый цвет», в котором две героини сошли сугубо на том, что они лесбиянки, потому что больше ничего общего у них не было. Кстати, в этой точке про сайты знакомств я хочу побыть еще одну секунду. Есть таких два фильма, не очень хороших, но интересных. Первый — это «Зал самоубийц» и другой фильм под названием «Чат». Они оба пытались показать общение в сети как будто в реальности. То есть в фильме «Чат», например, показывалось, что вот люди заходят в чат-румы, и они заходят в настоящие комнаты. Была показана такая интересная раскадровка, где люди сидят у себя в комнате, вот на самом деле пишут, и как они выглядят, что они чувствуют, там, переживают, там, плачут, все такое, и как через этот текст их эмоции показываются в этих чат-румах, то есть улыбаются, смеются. Мне этот инструмент показался очень интересным, и в каком-то смысле в «Лобстере» что-то такое есть, вот эта монотонность разговора, которую постоянно многие люди тыкают Йорго Салантимоса, что это не мог заставить Колина Фаррелла нормально говорить. В одном интервью Колин Фаррелл говорил, что Йорго Салантимос ни в коем случае не пытается указать зрителю, что он должен чувствовать. Он просто показывает ему набор каких-то ситуаций и провокаций. А сам режиссер сказал очень интересную фразу на этот счет. «Я призываю актеров не слишком много думать, потому что, когда они слишком много думают, они начинают действовать как будто с намерением. Это становится очевидно. Мне кажется, что в жизни это не так. Мне эта мысль очень нравится, потому что действительно в жизни насколько часто мы действуем суперосознанно. Это методика Лантимоса, когда он просто дает сценарий и особо не объясняет, что там происходит даже своим актерам. Мне кажется, что это очень здорово даже видно просто в его фильмах, что никто особо не понимает, что происходит. Итак, вернемся к Лобстеру. Очевидно, что главный герой не очень-то хочет становиться животным. Сначала он пытается врать и притворяется, что у него нет чувств для того, чтобы стать идеальной парой для женщины, у которой нет чувств. Но это быстро выкрывается и ему приходится бежать из отеля и прятаться в лесу среди других одиночек. Когда мы попадаем в лес, нас встречает еще одна серия очень нарочитых, броских и положа руку на сердце довольно зеленых, я бы сказала, даже не очень хороших режиссерских приемов, когда нам показывают с первых кадров, что вот посмотрите на этих одиночек, они такие жестокие, они тоже соблюдают свои правила. Нам это показывает параллельно с объяснением правил, что вот мы одиночки, значит, что мы должны быть одни. хоть у нас здесь много и нам никто не запрещает, но, пожалуйста, тут романтические отношения нельзя, а если будете, то вот мы вас порежем и показывают собственно сразу пример. Прием, честно, пошловатый, но зато экономный. И здесь начинается второе дно фильма, потому что когда мы видим одиночек, которые живут в лесу, над ними нет никого большого брата, который будет за ними следить, мы видим, что они действуют все еще в рамках той же самой системы. Они сами же продолжают ретранслировать эти правила. Тем не менее, протагонист влюбляется в какую-то женщину, которая любит кроликов и которая тоже близорукая, как и он. То есть все прекрасно, они друг другу действительно очень нравятся, у них есть общая черта, у них завязываются романтические отношения, все супер классно. Но прежде чем фильм показывает свое третье и может даже четвертое дно, нас ждет еще немного режиссерского разочарования, потому что для того, чтобы разрушить идиллию героев, Герой Гаслантиму знаете, что делает? Он подбрасывает дневник, дневник Карл этой героини, лидерке, собственно, одиночек. Зачем она вела дневник? Почему она писала так детально все в этом дневнике? Просто не думайте об этом. Мне кажется, что такая абсолютно абсурдная деталь, что их идеальные отношения испортило то, что эта женщина вела дневник и в какой-то непонятной причине его где-то потеряла. Это как Джеймс Джойс говорил. Знаете, мне очень жаль тех людей, которые всерьез воспринимают Улиса, потому что я, как джентльмен, сообщу вам, что я в этой книге ни одного слова не написал всерьез. Вот так, Йорго Слантимус, это не всерьез. Он сам говорил в своих интервью, что он не стремится за достоверностью, потому что он просто, во-первых, не верит в реализм вообще, и не верит в реализм в кино. Его целью в этом фильме было не показать супер-классную, интересную детективную историю. Его цель была спровоцировать определенные эмоции у людей. И это у него точно вышло. Потому что, когда лидерка-одиночек узнает об этом романе, она решает ослепить возлюбленную героя Кулина Фаррелла. Таким образом, они теряют свою общую черту. И здесь, пожалуйста, приезжает третье дно. Я заметила эту деталь, наверное, только на четвертом просмотре этого фильма. Герой Кулина Фаррелла заботится об этой женщине. Он расспрашивает ее, ты играешь на фортепиано? Нет. Ты любишь ягоды, чернику, голубику? Нет. Нет, не люблю. Ты говоришь по-немецки? Нет. В какой-то момент он просит, можно я тебя поцелую? Она ему отвечает, нет, ты же знаешь, мы больше не можем этого делать. И вот оно, наше третье дно. Потому что в этом фильме Георг Аслантимос, он смеется не только над мелодрамой, он смеется не только над разными штампами в кино и вообще над реализмом в кино, он смеется над самой человеческой природой и показывает ее с очень неожиданной странной стороны. Вот здесь мы должны вспомнить разговор про дебаты и про common ground, про общую ценность. Это тот момент, когда ни вы, ни я, ни персонажи, ни сам режиссер не понимаем, где здесь базовая ценность, что происходит. Ключ к пониманию всей этой сцены и вообще всего лобстера в том, что нам показывают мир людей с немного альтернативной системой. Может, немного утрированной, немного измененной. Но Лантимос как бы доказывает, что наше воспитание и наши вот эти человеческие все конвенции, они настолько внутри нашей головы, что они становятся по сути нашей структурой, структурой нашего мышления. И даже если мы оказываемся вне системы, если нам кажется, что мы движемся против системы, мы все равно находимся в ее рамках, и мы не способны выглянуть за эти рамки, даже если нет никакого большого брата с палкой, который бы за нами следил. В каком-то смысле мне это напомнило волхва Джона Фауза, потому что там тоже были вот эти все моменты с тем, что за героем вроде как следят, вроде как Ему дик тут какую-то новую систему, какие-то новые правила, но в какой-то момент ты начинаешь сомневаться, а действительно ли за ним следят, а действительно ли эти правила существуют где бы то ни было, кроме его головы. Короче говоря, свободный человек анархичен, анархист нет. Но и финал фильма, когда герои понимают, что ничего общего у них, кроме близорукости, оказывается, не было, нужно что-то решать. Герой Колина Фаррелла в невероятной поэтичной манере сообщает своей возлюбленной, что мы бежим в город, и начнется, я себя ослепляю. Ослепил ли он себя в конце, этого мы не знаем, потому что титры, и нам этого не показали. Но если вы досмотрели титры до конца, там был шум моря, можно предположить, но на самом деле свободный человек. анархичный анархист нет, скорее всего он себя ослепил, и здесь какое-то, я не знаю, даже четвертое, двадцать пятое какое дно, потому что здесь у людей начинают возникать разные варианты того, что на самом деле произошло. А любил ли он ее на самом деле? Или действительно в этом мире Йорга Салатимоса для того, чтобы люди друг друга любили, обязательно должна быть общая черта, и это причина, по которой у них как бы испортились отношения. И тем, что герой пошел себя ослеплять, он хотел вернуть вот эту идеальную любовь, которую он все-таки нашел. Это одно прочтение. Мне оно, если честно, не очень нравится. Второе прочтение, что просто ему было настолько страшно, что его сейчас или поймают, превратят в животное, или убьют, замучают другие одиночки, что он решает, лучше себя ослеплю, но буду в безопасности, потому что если мы пара, вот мы вроде как пара, то все будет хорошо. Третье прочтение, на мой взгляд, гораздо более поэтичное, чем предыдущие два, которое заключается в следующем. Персонажи и так друг друга любили. И, возможно, это была единственная, как бы, настоящая искренняя пара во всем фильме, но поскольку у них настолько запрограммированы головы вот этим обществом, они представить себя не могут, что можно без этого. И решение протагониста в этом контексте не настолько драматично, как может показаться, просто потому, что он не видит ни одного другого способа легитимизировать их отношения. Мне очень нравится, что им даже в голову не пришло соврать. Он задавал ей совершенно глупый вопрос, ты любишь ягоды? Нет, не люблю. Ну, можно и соврать, что ты любишь ягоды, правда? Мне кажется, с одной стороны, это его абсолютно неспособность мыслить иначе, мыслить вне системы, с другой стороны, получил. Потому что с предыдущей женщиной он как раз-таки пытался врать, у него ничего не получилось. И, возможно, он осознал, что отношения нельзя строить на лжи, не трилогию Лантимоса, не нужно пытаться раскладывать на какие-то уравнения, пытаться вот посчитать, понять, рассчитать сюжет. Здесь дело совершенно не в этом. Когда вы смотрите, слушайте, что вас отзывается, слушайте, что вы чувствуете, потому что это самое ценное в его фильмах, какие мысли они порождают, на какие размышления они наталкивают. Я повторюсь, что это довольно незрелый в режиссерском плане фильм. Например, та же сцена с пистолетом и управительницей отеля это очень подозрительно напоминает фильм Пляж, но это не так важно. Главное, что столько мыслей и чувств у меня мало какой фильм вызывал, поэтому можно простить. Если говорить в общем об этой не трилогии, мне кажется, что три фильма Клэйк, Лобстер и Убийство Священного Оленя, они исследуют примерно одну и ту же штуку, а именно самые такие тонкие и вот что называется common ground ценности, что как бы мы все соглашаемся, что ценность ребенка, ценность семьи, ценность любви, ценность вот этого самого-самого, как это, праймала, самого примитивного, самого древнего, того, что вообще есть в людях, в человеческой психологии, философии и вообще в нашем устройстве общества. Вот это самое-самое тонкое, как говорится, там где тонко, там рвется, Ландимас разрывает просто на шмате, что называется, потому что в Клыке он очень сыро и очень так грубо in your face исследует тему заботы и overcare за детьми. В фильме Лобстер он показывает, что случается с ценностью любви, когда ее институционализируют, когда ее доводят до вот такой системности, когда из нее упирают, что называется, анархичность. И в фильме «Убийство священного оленя» доводится тоже до крайности справедливость, какой-то баланс, глаз за глаз. Также ценности семьи разбираются просто на кусочки. Кто смотрел, не смотрел, это очень тяжелое кино, его сложно реально смотреть. По-моему, оно гораздо тяжелее, чем Лобстер получилось. Там штука в том, что протагонист это кардиохирург, который вроде как, но точно непонятно, во время операции из-за него умер пациент. Пациент имел сына. Этот сын заявляется к протагонисту и говорит ему «Слушай, ну, ты там вроде как моего отца убил, поэтому как бы извини, дядя, но тебе придется убить кого-то из своей семьи. Если не убьешь, они сами умрут. Это не я, это карма». И здесь я натыкалась в интернете на просто восхитительные вопросы а-ля «А где в этом фильме полиция? Почему они не остановили этого мальчика? Откуда у этого мальчика магические способности? Почему это пророчество сбывается? То есть это вообще не имеет никакого смысла». Я повторяюсь, Йорк Аслантимус показывает ситуацию. Ему неинтересно, насколько эта ситуация будет реалистичной. Ему интересно посмотреть, как человеческая природа будет действовать в этой ситуации. Протагонист весь фильм мучается и пытается решить, кого же ему убить? Своего сына, свою дочь или свою жену? Он идет в школу и спрашивает у директора, а кто из моих детей лучше? Кто из них умнее? Кто из них способнее? Директор разводит руками и говорит, они оба прекрасны. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что убийство священного оленя это... Йорк Аслантимус наконец-то обратился к какому-то самогреческому корням, корню. Это была такая легенда. Это история про то, как какой-то царь убил лань легене Артемиды, она на него разгневалась и взамен он должен был убить свою дочь для того, чтобы она его простила. Можно заметить, что и сам Колин Фаррелл носит такую бороду, как будто он греческая статуя, его жена тоже с соответствующей прической такой очень необычной интересной ходит. Этот фильм гораздо более строгий и кровавый, но вместе с тем и гораздо более смешной. Если воспринимать его как вот такое насмехательство, то будет смешно. В принципе, там хватает такой интересной комедии. Безумно, безумно талантливый мальчик там играет, сам Лантимус про него говорил, что ему очень повезло с таким юношей, который сумел отыграть не просто такого противного злого подростка, который смог раскрыть разные грани этого персонажа, что он и наивный в каких-то моментах, он и какой-то такой nice, он и awkward, но в то же время он реально злой, потому что его отца убили. Но самое ценное в фильме «Убийство священного оленя» это вот это чувство, что вас выкинули на очень-очень тонкий лёд, и вы абсолютно не понимаете, как бы вы сами реагировали в такой ситуации. Но настолько страшно и настолько вы понимаете, что нет внутри, нет в голове метрики для решения подобной задачи. Просто это невозможно. Я не хочу говорить, что это должно быть возможно. Нет, потому что в этом и заключается человеческая природа, того, что есть определённые вещи, которые не поддаются сомнению, которые вот просто есть, и мы с ними живём, нам так сказали, что называется. Они идут из самой середины. Но мне кажется, что очень интересно иногда с этими вещами позаигрывать и подумать, какое они занимают место в нашем уме, в нашем обществе, почему они так работают, как они работают, и какие могут быть границы или как это, limitations у этих ценностей. На этом, пожалуй, я закончу разговор про гениальную трилогию Йорга Саландимуса. Я думаю, что эти фильмы очень хорошо и складно работают именно как тройка, потому что они рассматривают одну проблему, во-первых, с разных сторон, через призму режиссера в разном возрасте, в разной культуре. Но они все рассматривают одну и ту же очень тонкую ценностную дилемму, которую, ну, очень сложно обратить в слова, ребята, очень сложно объяснить, что именно там происходит. Поэтому просто смотрите, в этих фильмах есть все для того, чтобы их понять. Хоть это не исчерпывающий анализ, я думаю, что он и просто невозможен. Проблема с вот такими анализами в том, что ты готовишься сто лет, но у тебя все равно такое ощущение, что ты не готов. Потому что есть просто вещи, к которым невозможно быть готовым. Чем больше вот ты читаешь, тем больше у тебя появляется вопрос. Я сегодня себя просто остановила, потому что я поняла, что я сижу и читаю и читаю какие-то статьи про развод лобстеров, про как это, бриллин лобстеров и про их физиологию. Конечно, снова очень много интересного, почитайте на досуге. Если смотрели, напишите, пожалуйста, что вы думаете, мне будет очень любопытно прочитать. Меня зовут Май, я писатель. Пожалуйста, заглядывайте, подписывайтесь. Надеюсь, что вскоре в будущем расскажу вам еще про какие-нибудь книги, фильмы, еще про что-нибудь. У меня был непростой месяц переездов и отходняков, если честно. Всем хорошего дня!